Доброе утро! 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 Встреча хороша, я думаю, и для работников предприятий, организаций или из тех населенных пунктов, куда мы приезжаем, потому что есть возможность задать тот или иной вопрос и получить ответ из первых уз, что называется, да, как сегодня решаются эти вопросы. Не где-то прочитать в интернете, может быть, не всегда правдоподобную информацию, а услышать. Так и мы черпаем ту информацию от людей, которые говорят, рассказывают и для себя делаем выводы, что сегодня наиболее актуально для того или иного региона нашей страны. Я вообще очень люблю эту форму общения с людьми. Олег Ситеров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель» с Добрышем. До других тем. Профилактическое мероприемство «Страховый полис» проходит в Гомельской области. Супрационники ДАИ проверяют наявность документов о страховании и проводят сломачальную работу, что пограждает тем, кто не выполняет потребования закона и кольки таких порушальников вывели в этом году. Отказы у репортажа Ганны Ковалевой. У нашей краине опошнее 10 годов водителя обовязаны ожитивлять страхование громадянской отказности уладальника у транспортных сродков. За духой формулиукой вид страхования автомобилев. Без его водителя немае права удельничать у дорожным руку. И нажаль порушений правил у страхования фиксуются постоянно. У той час, як оформить страховый полис можно за 6 хвилин. На сегодняшний день страховой взнос по данному виду страхования по среднему классу автомобиля составляет 40 белорусских рублей на год. Можно сумму разбивать на 2 срок. Страховый полис повинен быть при водителях заусюду. Накольки докладных это потребование выполняется, вы решили проверить супрационники ДАИ. В эти дни Яны проводят профилактическое мероприемство «Страховый полис». Патрулевание дорог региона ведется во взмоционном режиме. А кроме проверки и страхования, инспекторы ДАИ ведут стлумачальную работу и расповедают об померах покарания. За эксплуатацию транспортного средства в дорожном движении без заключения его владельцам договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцам транспортных средств предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 5 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф 15 базовых величин. Дарычи, с початку года закирование автомобилем без договора об обязкового страхования в Гомельской области было выписано больше, как 2500 штрафов. С них с початку акции АМАЙ-200. Узмоцененную проверку на явности страхования областная держава-инспекция протягнет до конца костричника. Ганна Ковалева, Игорь Марыщенко, телерадо «Компания Гомель». В управлении Державного комитета судовых экспертов из Республики Беларусь по Гомельской области удоскональствует техническую базу. При том, что уже сейчас тут можно проводить больше, как 40 видов разностаивных исследований. С некоторыми махчимостями айчинных экспертов ознайомились наши корреспонденты. В этой установке не проводятся экскурсии. Де и в уголе трапить сюда совсем непросто. Между тем, виновата тут сегодня находится обстреливание, которое бы не отмывались иметь у себя и ведущие науковые институты. С его использованием, до речи, отрималось раскрыть шарах злашинств, которые были действованы несколько лет тому. То, что недавно лишилось немахчимым, теперь становится обычной справой. Правда, и профессиональный уровень специалистов так само постоянно повышается. Наш отдел комплектован с сотрудниками, имеющими высшее и среднее медицинское образование, имеющими опыт работы в организациях здравоохранения, прошедших переквалификацию на базе института повышения квалификации и переподготовки кадров управления Государственного комитета судебных экспертиз. Отдел занимается обнаружением следов биологического происхождения на различных предметах, изъятых в ходе проведения следственно-розыскных мероприятий. У отделе судово-биологичных и судово-генетичных экспертиз скажут, что для высветления злашинцы теперь необходима усягодная его клетка. Отпечатки пальцев у криминалистницы, хоть и аж и и выкористовываются, али посудности гэта уже учорышний день. Увогули, у лабораториях Комитета судовых экспертиз по Гомельской области сегодня проводится больше, как 40 видов разнастайных доследований, от вызначения якости выкананных будавнейших работ до проверки автомобилю на саправдность их идентификационных номеров. Кали на початку деяностей областного управления некие экспертизы, я шарабили у Минску, то теперь необходимость у гэтым возникает редко, что не выключает постоянного удосконаливания техничной базы. С уликом специфики доследований у Сеплана вероятно не огуршиваются, али основанные на керунке называются. В последнее время проводится активная работа по модернизации таких направлений, как исследование наркотических средств. Буквально в самое ближайшее время, я думаю, до конца этого месяца, поступит новое оборудование, которое позволит на шаг вперед обеспечить качество экспертных исследований наркотических средств, психотропных веществ, значительно улучшилось оснащение подразделений, осуществляющих производство компьютерных технических экспертиз, радиоэлектронных устройств. Эти подразделения в настоящее время оснащаются новой современной техникой. Консультацию по лазерной коррекции зроку можно будет отримать по телефону завтра. В этот день отбудется промая телефонная линия с урачом-офтальмологом, микрохирургом Аленой Михайловной Гридюшко. Пытания про лазерную коррекцию зроку, як дорослых, так и детей, будут чекать с 21-го костричника с 14 до 15-го годин. Номер телефона у Гомеря – 71-69-89. В этой дне в регионе протягивается акция Фонду Миру «Дорогое слово мама». И она проходит уже в шостый раз. В программе проведения широку святочных концертов и приемов с урочением памятных подарунков. Напереды Дни Свята отбылось у Калинковича, где собрались представницы одразу девяти ближайших районов. Подробязности в сюжете корреспондентов телеканала «Мазыр». Гомельское областное отделение Белорусского Фонду Мира запросило у Калинковича 65 женщин с девяти районов Палецкого региона. Это представницы самых разных сфер. Керовники и пенсионерки, бухгалтеры, урачи, работники аграрного комплекса и навод машинобудовники. И они все абсолютно разные. А для усеяны мамы. Женщина-мать заслуживает, чтобы именно ей уделять внимание. И мы хотим этим самым, прежде всего, поблагодарить их за то, что они сделали, делают. И еще раз поднять роль матери и в семье, и в обществе, и как общественницы, как производственницы. Дети на першем плане. Миновитояны першими промоуляют дорогое слово «мама». Деля их мать и покарают вершине творче и службовое. Материнство не может быть перешкодой у карьеры. Наоборот, это стимул развиваться. Особно узнагородживали женщин-мать, которые поспехово реализовали себе у працы. Свои номинации для женщин-керовников и громадских активисток. Заключенный этап акции пройдет в Гомеле 20-го Кострышника. Но это не значит, что свято завершилось. Что дня каждую из этих женщин дома чекает ласкавое слово «мама». Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мазур». Специально для телерадиокомпании «Гомель». У Палаца Румянцевых и Паскевича отбылся концерт фортепианной музыки лауреатов международных конкурсов Александра Боровикова и Марины Рамейка. Творчий вечер они организовали у знак поваги и удячности своему любимому настаунику. Концерт присвященный памяти итальянного белорусского музыканта и выдатного педагога. Явгена Пукста. И он володал уникальной сдольностью захоплять вучневым астатством. Больше как 30 годов працевал у Республиканским колледже при Белорусской Державной Академии Музыки. 10 годов тому Явген Рыгорович пошел с життя, але поспел подрихтовать десятки высокопрофессийных музыкантов. Он был очень демократичным и всегда очень уважительно относился к своим ученикам, к их мнению, к их интерпретации. С ним было очень интересно. Он, конечно, очень близкий для нас человек. У выполнения лауреатов международных конкурсов Александра Боровикова и Марины Рамейка наведывальники концерта почули композиции Людвига Ван Бетховена, Иоганнеса Брамса, Сергея Рахманинова. И далее об спортзе. Республиканская спартакея до детячо-юнацких спортивных школ по конным двухборье пройшла у Гомеле. Наш областный центр традицина примая ГТС-поборництвы на приконцы сезону. Все лето за призы спрочались и представники четырех команд Узровню одной зорки. Соревнования у нас закрывают сезон, выступают на этих соревнованиях, скажем так, ближайший или самый младший резерв национальной сборной команды Республики Беларусь. Соревнования вообще являются очень нужными для младших юношей, для которых лишний старт. И в конце сезона показывают, куда надо двигаться в дальнейшем. У вынику первое место у командным залику заняли могилеучане. А вот на другую приступку поднялась команда Гомельского центра Олимпийского резерва по конным спорте у составе Дарьи Паняковой, Марии Романюк и Валеры Великанец. А пошняя, до речи, выиграла и особисты залик Спартакеяды. А кроме того, у гомельских девчат два призовые места у категории 2002 год на роджение и молодейшее. Мария Мурауева лидировала, а Татьяна Радевич стала третьей. Вы глядели ранешний информационный выпуск Талерадою компании Гомель. У студии працавала Наталья Гнаценко. Мы сочным с разведцем падеев Гомелев в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин